Доброе утро, еще раз хотелось бы всем сказать. Возвращаемся в нашу уютную студию. Ну и, отталкиваясь от мультфильма, от счастья, конечно же, возвращаемся к темам спорта. Потому что, мне кажется, сразу же, да, видно ведь, что у нас здесь некоторые аксессуары появляются. Сейчас более... Не так хорошо видно, наверное, я вот... Вот так вот, оп, и поднимай. Я скажу о том, что 22 марта стартует межрегиональный турнир по биатлону на призы двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой. И сегодня ведь она у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Рад вас поприветствовать. Просто сначала обратили внимание на вот эту прекрасную фигурку, которую вы занесли с собой. Я сначала думал, что это просто, да, вот какая-то вот статуэтка. А вы потом рассказали, что это такие вот замечательные призы, вот необычные. Знаете, мы... Ну, во-первых, хочется сказать о том, что наши соревнования проходят в зимнее время с 11-го года, регулярно каждый год. Приезжают дети с различных городов, школы региональные, школы с регионов, которые рядом с Красноярским краем. И вот даже в то затишье, когда стадион наш был на реконструкции, при подготовке к универсиаде, все-таки соревнования проводились у нас в Бородино. Гораздо меньше народу приезжало туда по каким-то причинам. Ну, в общем, ну, сейчас в полном сборе опять много детей приезжает. А от 2000 года до 2007-го. И порядка 230 человек уже заявилось на соревнования. В этом году. А какое возраст у участников? С 2000-го года. А, разумеется. С 2000-го года мы уже старше юноши-девушки. И 2006-й, 2007-й, которая младшая возрастная группа, она побежит у нас без стрельбы, гладкие гонки. В общем, мы окунаемся туда, с чего начинали сами когда-то лыжные гонки. А вот то, что турнир имени вас, все-таки девочек больше или одинаково? Ну, я бы не сказала. Одинаково? Ну, занимается спортом, конечно. А если вот что касаемо вот этой лисички, которая у нас стоит, это статуэтка ручной работы. Мы второй год как-то вот пришли к тому, что как-то хочется брендировать наше соревнование, что ли. В общем, вот мы придумали вот такую статуэтку. Это не приз, это статуэтка, которую вместо кубка это будет получать каждая команда на память о соревнованиях. И если там покажут, то в этом году нашу лисичку зовут Агния, потому что год назад в Бородино, в школе, которую я закончила, мы провели, запустили, наверное, конкурс такой на девиз, на лучшее название. И мы выбирали, потом также ездили по весне, награждали понравившуюся девочку, которая самое интересное имя придумала. Вот у нас лисичка Агния. Это теперь будет символом, правильно, турнира? Или это будет каждый год выбираться? Нет, каждый год лисичка, но единственное, что, наверное, мы меняем просто вот ее статистическую позу, в которой она у нас в том году, она там с винтовкой стояла, или там впереди винтовка. Ну и вот сейчас тоже у нее есть винтовка. Сейчас она просто на финише стоит, уже прибежала, уже ждет, когда же повесят на нее медали. Агния с винтовкой, очень так мужественно. Ну это получается ручная работа, здорово. Ручная работа. Она одна единственная такая? Каждая команда получит у нас. Каждая команда получит? Порядком 17 команд будет, 17 запасов мы, конечно же, заказали, и каждая команда получит. И вот хочется обратить внимание тоже на медали, на которых тоже у нас, видите, наш символ присутствует. А медали они вот по своему составу имеют? Золото, серебро, золото. Я вам открою маленькую тайну, что даже настоящие медали с высоких соревнований, легкое, может быть, напыление имеет. Никому не скажем, давайте больше об этом. Все так. Пусть все думают, что это действительно. Я секрет раскрыла? Нет, нет, нет. Какие секреты? Все хорошо? Мы счастливые люди, мы ничего такого не знаем. Хочется немного все-таки вернуться от Агнии к Юлайке. Все-таки прошли серьезные довольно-таки соревнования в нашем городе, и вообще статусные для России, для всего мира. Хочется спросить, были ли вы, присутствовали? Я присутствовала на всех битлонных соревнованиях. Более того, мне бы хотелось отметить, что у нас некоторая встреча такая произошла со спортсменами, с которыми мы выступали как раз вот в той команде в начале нулевых годов, которая была сборная у нас. То есть Ольга Зайцева прилетала, она работала на... Название можно говорить, да? Если рекламы, то не стоит. Я не знаю, реклама это или нет. Короче, она работала. Очень работала. Вашей коллегой была. Нормально. Да, потом Альбина Ахатова прилетала по работе тоже. Очень интересная история у Альбины. После окончания активного занятия спортом, она сейчас, представьте, девушка, которая всегда там красавица такая, ложу строгает для винтовок. Детям, взрослым, кого угодно представляет. Ну кто-то же должен это все-таки делать. Прорабатывает, разрабатывает, что-то читает, очень много литературы полезной. Что происходит, да? Вы представляете? Прямо сама. Ну на самом деле есть какие-то определенные болванки, она их догоняет под спортсмена уже с лобзики. Необычное дело. Это ей родное. А вы вообще, в принципе, как поддерживаете отношения? Вы друзья были или больше просто коллеги? Ну сейчас это все равно уже в телефонном режиме, конечно, там допустим, но не так часто, как, может быть, вы думаете, но там... Ватсап, группа, команда нулевых. Да, сейчас же обязательно звонить не надо. Группа не так называется сейчас, но... А вот в тех спортсменах, которых видели сейчас уже на дистанции, вы видите вот этот вот командный дух, вот это вот чувствуется от них, то, что, например, сами испытывали в свое время? Ну, мне кажется, любой спортсмен, выходя на старт, он как бы не может выходить каким-то равнодушным, потому что это, ну, можно сразу даже остаться. Да, наверное, это и невозможно. Да, поэтому если ты когда-то в детстве выбрал свой путь именно спортивный, то это, знаете, это очень надолго, очень серьезно и никаких повлажек уже к себе. Поэтому дух, он в принципе, витал по всему Красноярску, вы не заметили? А мы же здесь были. К вам залетали. К вам залетали. К вам тоже залетали. Нет, нет, было, было, случалось. Скажите, а вообще, в принципе, чувствуется уже какой-то рост к этому виду спорта, вообще, в принципе, к зимним видам спорта по прошествии универсиады? Или еще пока рано? Хочется сказать о том, что все равно, конечно, борьба за детей, привлекая виды спорта, она существует, конечно же, потому что сейчас дети такие, как бы правильно сказать, избалованные, называю, например, или, скорее всего, искушенные, наверное. Потому что кто-то любит сидеть за компьютером, выбирает очень много такие, знаете, виды спорта, которые... Меняют. Фигурное катание, художественная гимнастика, вы знаете, такие вот хоккей, которые очень, вроде бы, и финансовые вложения большие требуют, и элитные, что ли, вот, виды спорта считаются. А у нас, знаете, такое прям, вот, как называли лошадиным, ничего с тех пор не поменялось, поэтому в любую погоду, будь то снег, мороз или что-либо, встаешь утречком и пошел. Ну, просто, понимаете, когда обычно чрезвычайно наблюдают за соревнованиями, это кажется так все легко, красиво и просто. Это, видите, ваше внутреннее кухне. А, это вообще, это долгие-долгие. А, на самом деле, конечно, да, если разбираться. Вот мы смотрим, сейчас буквально закончится чемпионат мира у нас по биатлону в Швеции, а ведь это долгие-долгие годы, с 9-10 лет работы. Ну, ведь это же, наверное, правильно, что у зрителя остается такое впечатление, что легко все происходит. Что так легко? Значит, спортсмен правильно подает свой вид спорта. Ну, возможно, не знаю. Ответственность какая мне. Это само собой разумеется. Главное, как мы детей воспитываем в этом. Да, Ольга, еще раз, пожалуйста, про это мероприятие, про турнир, когда, что, может быть, для всех обращения для телезрителей. Соревнования наши будут проходить в эту субботу, воскресенье. Первые старты с 10 часов. И мы всех очень просим. Шлагбаумы открыты для автомобилей. Нет, конечно. Но для болельщиков с удовольствием. Трибуны ждут. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы трибуны не оставались пустыми. И всегда говорю одно и то же. Уважаемые родители, не оставайтесь равнодушными. Придите, посмотрите, и попереживайте за своего ребенка. Посмотрите. Он хочет казаться в этот день для вас сильным. Он хочет показать, на что он время свое тратил. Какую-то пользу он для себя все-таки. Ведь спорт, он воспитывает нас и делает гораздо раньше самостоятельным. Мы всех ждем на стадионе в субботу, воскресенье с 10 часов утра. Мне кажется, после такого обращения вообще невозможно будет не посетить. Потому что, во-первых, информация, которая мне способствует тому, что прийти, еще и такое однопутственное. Мы вас тоже ждем. Хорошо. Все, как скажете, Ольга. Поблагодарим нашим гостям Ольга Медведцева, двукратная олимпийская чемпионка. Говорили про турнир по биатлону на призы. 22 марта он стартует. Это обо всем этом сказали. Что, не подчеркнул, Критан, прервался. Совсем скоро вернемся. У нас, кстати говоря, утренние новости по курсу. Александра уже готовится.